На минувшей неделе в Украине состоялся первый детский бунт в Ужгороде. Городской голова перенес школьные каникулы, мол, осенью дети пусть учатся, а зимой отдыхают на неделю больше. Но школьники не согласились. Вышли к мэрии на акцию протеста, которая чуть в штурм не переросла. Ох, вообще-то это уже стало традицией в Украине. Не только протестовать, но и выламывать двери, бить окна, забрасывать краской государственные учреждения. Наш корреспондент Геннадий Стамбула разбирался, почему все чаще мирные митинги перерастают в настоящий бунт. Каникулы! Каникулы! Они далеки от политики, им каникулы подавай. Ужгородские школьники хотят отдыхать, как и другие украинские дети. А взрослые начальники взяли и отменили им осенние каникулы. Десятиклассник Дмитрий Шафарь против несправедливости. В понедельник вместе с одноклассниками ходил штурмовать Ужгородскую мэрию. Все происходило здесь. Основная масса детей, человек 800 было прямо посередине этой площади. Это что-то такое светлое и незабываемое, но в то же время тяжелое. Подобного в Украине еще никогда не было. Эдакий детский майдан в Ужгороде. Школьники признаются, идею позаимствовали у взрослых. Мобилизировались через интернет. Политолог Дмитрий Выдрин уверен, вот так из искры возгорается пламя. Это новый тренд в украинской политике. Если власть не идет к народу, то народ идет к власти. Генагрессия растет. Только с начала года в Украине было около трех десятков штурмов учреждений. Люди прорывались в райотделы милиции, районные и городские администрации. Легендарные уже Врадиевка, Одесса, Фастов, Чернигов, Полтава, Житомир. Больше всего в Киеве. Только столичный горсовет пытались захватить пять раз. После первого штурма здания стали укреплять на всех фронтах. На входных дверях стоят такие массивные ручки. Видно, что совсем недавно сюда вкрутили новые шурупы. Внутри установили металлоискатели. А в день проведения сессии сюда выводят чуть ли не весь состав столичного Беркута. Татьяна Черновол, активистка штурма в Киевсовете. Иногда применяет свой коронный трюк – ходьба по головам бойцов Беркута. И когда проходил Арсений Яценюк, его не пускал в Беркут, я тогда сзади схопила одного Беркута, начала вытягивать, лава прорвалась, Яценюк пришел. Там был парканчик, я использовала парканчик, так бы говорится, как трамплин. Активистка рассказывает, штурм зданий – это особое искусство. Надо быть смелой и проворной. Татьяна даже в секцию плавания записалась, чтобы стать более выносливой и укрепить мышцы. Она уверена в здании с табличкой «Киеврада» и ее уже побаиваются. Но кровь проливать чаще всего никто и не собирается. Пиар-технолог Дмитрий Крикун считает, задача штурмов – не напугать власть народным неповиновением, а сделать так, чтобы людей услышали. Детки, где большего, особенно маленькие детки, они кричат. Почему они это делают? Они считают, что чем голоснейший сигнал, тем больше шансов, что тебя почуют. Так и наше общество. Скучные митинги под окнами чиновников уже давно неэффективны. Чем больше драйва, тем лучше. Пришел один журналист. Когда ты начал штурмировать, пришло 50 журналистов, из них 20 фотокориев. И все, вот тут такая простая арифметика. Но кроме журналистов, добавляет милиционер в отставке Александр Наумов, в эпицентре народных волнений появляются и народные депутаты. Якобы случайно. В Радилке раз появились депутаты. И люди считают, а вот наша поддержка. Почему никто не говорит о том, что не надо обострять ситуацию, не надо штурмовать, не надо нагнетать. А вместе с депутатами приходят и тетушки, люди в спортивных костюмах и с грозным выражением лица. Очевидно, таких штурмовиков уже надо называть профессионалами. Наверное, это их заработок. Это Одесса. Прошлая неделя. Сторонники задержанного экс-нардепа Игоря Маркова штурмуют местное управление милиции. На этом видео немало людей спортивного телосложения. Андрей Ткачук, участник атаки, представляется активистом молодежной организации. Он кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Говорит, если противники доведут, бить будет больно, но осторожно. И не за деньги, за идею. Подставлять щеку, это, наверное, не для того ребята занимаются, чтобы выдерживать, когда их бьют. Социологи, как никто, знают, от народной любви до ненависти один шаг. Сегодня каждый 20-й украинец готов участвовать в акциях протеста. В мирных или штурмовых не уточняется. Власть должна быть разговорчивой.